Всем привет! У нас опять выпал снежок. Уже все было растаяло и опять выпал снежок. Мы гуляем на поле у нас тут. Вот какое оно огромное. Какое поле. Вот на что. Мира, как всегда, уходит в туалет. Чтобы никто ее скорее не видел. Девки, а ну-ка сюда. Давайте, давайте, идите сюда. Давай-давай-давай, беги. Вон там люди, дури, вообще все равно. Кстати, это я к чему? Это я к тому, что... Многие пишут, что вот таких собак без наморников, без поводков выпускать нельзя. И вообще возить нельзя. Закон. В общем, что я могу сказать? Так вот у нас в Беларуси. Не знаю, за ветром будет что-нибудь слышно или нет. А в Беларуси закона нет. Ну, это, конечно, шутка. Закона мы придерживаемся. Закона мы придерживаемся в том плане, что когда людно, когда мы выходим из подъезда, когда мы идем куда-нибудь в большое скопление людей, у нас всегда поводок. Или халти. Это максимум. Наморник я собакам не надеваю. Потому что люди шугаются еще больше, когда собака в наморнике, тем более мои. У меня лично... Вот у нас... Вот мы гуляем. И посмотрите, ни одного человека. Ни одного. И у нас это каждый день, круглые сутки, у нас один человек выйдет с дома и поехал. Все. Здесь у нас поле. Зачем, расскажите вы мне, мне одевать здесь наморник и водить их на поводках, когда они сушаются, когда им тут некому пристать. Вон там человек где-то ходил с собакой. Им даже на это все равно. Так что вот эти все заявления, чего у вас собака без наморника... Один раз одели наморник на... На Миру, помню, одела. Спрашивают, что вы так издеваетесь над собачкой. Да, Мирочка? Издеваемся мы над тобой. У нас там и милиционеры, и работники скорой, и лесхозовцы. Короче, кого только не живет. Мы почему-то не кружим. Не, не, ни одного слова не сказал насчет собак. Новые люди въезжали. Скажи, дурочка. Новые люди въезжали. Увидели собак. Не знаю, на приблизи или нет. Вот. Но ни одного слова не было сказано. Потому что люди видят, что все начинают сюсюкаться, как только мы выходим. Если мы встречаем людей. Но чаще мы не встречаем никого. Сейчас 9 часов утра, в принципе, конечно, чем ходить людям. Хотя в 9 часов у нас только-только школьники в 9 идут. Вот. А сейчас еще 9 нет. Так вот. О чем я? А, сегодня же 8 марта. Кстати, девушки, всех поздравляю. И всех ваших девушек-собак тоже поздравляю. И все, и никого. 8 марта все сидят дома и празднуют, я так понимаю. Так, так о чем это я? Это о том, что... Тора! Назад! Давай, иди сюда. Пойдем. Молодец. Не надо туда далеко отбегать. К дороге. Не надо. Так вот. Ой. Вот это о чем? О том, что не зная всю ситуацию, хотеть надеть на моих собак намордник, я думаю, что в этом мы с вами как-нибудь разберемся. Вот так вот у нас опять морозик пришел. Но я надеюсь, ненадолго. Кстати, вот в Аторе видно, что она, что она, по-моему, толстопуница. Вот видите, какая поясница становится. Хотя она, конечно, нажралась вчера на вечер, а мяса много съела. Я вчера дала еще, помимо влажный корм давала, и давала еще мясо сверху, потому что она, я так понимаю, требует. Возможно, я, может быть, и не буду водить ее. Он увидел собаку. Возможно, я не буду водить ее на УЗИ, потому что вроде как уже виден животик. Возможно, поедем на УЗИ только, когда уже будем определять количество. Ну, а ты чего залипла? Ну, вот видите, у нас здесь, не знаю, ну, километр здесь, наверное, этого поля. Ой, большое. Он туда уходит. За кем-то? За кем-то? За кем-то? За кем-то? За кем-то? За кем-то? Короче, вот такие вот у нас дела. И вот что касается... Нам уже никого не пошла вдовольнять кем-то. Что ты нашла? Кукурузину нашла? Правильно, надо ее достать. Ну, если поедем вдруг в клинику, попробую снять УЗИ. Это будет... Если будет, то будет на днях. А так, всем пока. Мира уже замерзает. Естественно, она не бегает. Торе никогда не холодно. А ты померзни немного, Мира. Ты колебала, ты постоянно мерзнуть. Давай побегай, Мира! Стоит. А что ты радуешься? Вот кому весело и никогда не холодно. Минус 30 у нас тут было вообще. Пофиг. О, горячая кровь. В общем, пока. Будем мы гулять. Немножко еще погуляем и, конечно, пойдем. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok